Заявление Немецкого Рериховского общества представителями Государственного музея Востока с применением силовых методов без решения судебных органов является вопиющим нарушением прав граждан и закона. Мы видим явное нарушение всех обязательств, данных государством, дарителю наследия семьи Рерихов, Святославу Рерихов. Сегодня это общеизвестные факты, которые Святослав Рерих, гражданин Индии, неоднократно выражал публично. Он передавал наследие в Россию при выполнении условия, что наследие передается Международная общественная организация Международный центр Рерихов для создания общественного музея имени Николая Рериха. Этот общественный музей Международного центра Рериха должен был располагаться у садьбы Лопухиных. Здания у садьбы Лопухиных были восстановлены Международным центром Рерихов без участия государства, но при активной поддержке общественности и меценатов. К сожалению, событие развивается в противоправном ключе. Чиновниками высказывается сомнительное объяснение захвата общественного музея, а именно необходимостью сохранения наследия. Но общественный музей прекрасно работал. Международный центр Рерихов открыто сохранял на протяжении более 26 лет все переданное наследие. Он трудился для России. Как представители международной общественности мы требуем прекращения противоправных действий в отношении Международного центра Рерихов и общественного музея имени Николая Рериха. Общественный музей имени Николая Рериха должен быть открыт для посетителей. Обращаемся к гражданам России, к компетентным органам власти, проявить честность и порядочность, выполнить обязательства, данные Святославу Рериху.